Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотим видео записать по поводу окончания Нузальской этой всей эпопеи. Вы следили, наверное, за этим, ну, по крайней мере, неравнодушные граждане наши. Вот. И две проблемы, как сказать, два вопроса, которые ставило гражданское общество изначально, это вернуть останки на места их захоронения, ну, и чтобы какая-то правда была по поводу того, кто там был захоронен, как это было, ну, и вокруг этого всего, да, потому что скандалов было очень много. И вот два вопроса, которые больше всего волновали, они, на мой взгляд, и остались, так сказать, в подвешенном состоянии, потому что, судя по тому, что сейчас говорят официальные СМИ, рассказывают официальные структуры, происходит именно то, чего, наверное, опасались, да? Ну, самое главное то, что тот вариант захоронения, на котором мы стояли изначально, он пошел по нашему, как бы, сценарию, и останки были возвращены на места ихнего погребения прежнего. Да. Ну, самое главное, вот, у нас был такой вопрос, на самом деле, там есть какие-нибудь, какая-нибудь атрибутика какой-нибудь религиозной принадлежности к чему-либо? На самом деле, там из 206 могил, лишь в одной могиле 19 века, в одной из 206, в одной могиле в детском погребении, 19 века ребенок был завернут, значит, в остатке этого платка, на котором, якобы, вроде бы, обнаружили там изображение святого Георгия. Это одна могила из 206, так что говорить о том, что захоронения имеют христианский какой-то характер, я думаю, что по меньшей мере, да, ну... Ну, это не оландские же эпохи, да, это уже позднее время. Конечно, 19 век, да. 19 век ребенок обмотанный в ткань, где есть изображение святого Георгия. Ну, немного полуразложился, если растлевшее, растлевшее. 205 могил, это уже точно понятно, там не найдено никакой христианской атрибутики, это захоронение людей, кто был приверженцами традиционной веры осетин. Назовем ее так, как бы, я не люблю вешать название для религии, тем более для осетинской, потому что мы никогда не называли свою религию каким-то определенным названием. В последнее время сейчас появились какие-то там лазги, там, еще что-то вот. Ну, то есть, наверное, время диктует свои условия, нам пришлось как-то обозначать это. Но в любом случае, суть в том, что 205 могил не являются христианскими, не являются какими-либо другими там религиозными захоронениями. Это 12-13 века до 19 века, там несколько таких вот, ну, три слоя. А ты же вот сам, остатки же сами перебирали, да? Мы их сами перебирали, кстати, об остатках, да. Изначально археологи, когда проводили раскопки, они каждое захоронение поднимали в площадь и складывали это в картонные ящики. Перед самим захоронением, когда уже было перезахоронение, вот, это было 30-го же, ября, да? Нет, февраль, декабря. Декабря, первым годом. Первым годом, прям, да. Мы до 2 дня, это своими руками, вот несколько человек приезжали туда и перекладывали это в нас, такие сколочные гробы, ну, назовем их так, вот, что-то были ящики размером 50-30 на 35. В общем, да, и из того, что мы видели, где-то процентов 40 нету черепов, есть хорошая сохранность костей, есть просто вот прах какой-то, пыль, которая помещается просто вот в ладонь, да, в пакетики, да. Ну, то есть, есть хорошая сохранность, причем вот, ну, такие там, и как говорят сами археологи, мы с ними разговаривали, там останки людей, которых просто это метр два, два с лишним, метр девяносто. То есть, это очень высокие, высокие такие показатели для тех времен. Очень мощные ребята, как сказал нам археолог, там, Константин или как его звали, который, да, очень крепкие ребята здесь похоронены. Значит, суть в чем, кости, 90, это, 40% того, что черепов нету, есть сильно разложившиеся, есть сильно сохранившиеся, есть хорошо сохранившиеся, и только лишь в одной могиле принадлежность к христианству. Это 19 век, детское захоронение, платок с изображением святого Георгия. Все, все остальные могилы, нет никакой религиозной символики. Но об этом даже ученые говорили, вот Завра Фарниева в видео есть, где ученый говорил, что там нет никакой символики. И Цуцеп говорил, да, министр на округе? Цуцеп говорил, и сами археологи, которые проводили раскопки, после разговоров с ними, они сказали, ребята, здесь не обнаружено ничего. А вот при этом мы сейчас смотрим СМИ, понимаете, нам могут наглую просто говорят, что вот мы обнаружили уникальное христианское захоронение. А для чего это делается? Мы за все мировые религии, понимаете? Буддизм, христианство, ислам, это великие мировые религии, как бы, и это столпы, общество и государство и всего остального. Но лукавить-то зачем? Истина дороже. Да, истина дороже. А истина такова, что это не христианское, ни какое-либо другое религиозное захоронение. Это захоронение осетин, которые придерживались традиционной веры. Все. Про Костю мы вам рассказали. Просто таким, чтобы народ знал, как он на самом деле был. Потому что три месяца битв, да, три месяца всяких там круглых столов, пытались сделать так, так, всякими какими-то вот, ну, правдами-неправдами пытались сюда, сюда. Ну, сделали так, как мы порешали, вот, с нами согласились. Пришли к какому-то общему знаменателю, да, и сделали так, так, устроило все стороны. Раз. Еще один момент, то, что вот, ну, ребята, прекратите лгать, на самом деле. Я не знаю, кто это делает, но есть некая такая сила, которая просто изворачивает им всю информацию, подает ее в таком ложном виде народу. Ну, по всем этим, на самом деле, я, опять-таки же, как бы, вот, ну, прошу осетин возвращаться. Не возвращаться, а находить свои горные поселения, свои родовые башни, свои, не знаю, фундаменты и забирать свои земли. Потому что глобальная задача тех людей, кто под всеми правдами-неправдами пытается как-то, не знаю, зайти в наши горы, это просто забор наших земель с водой, с питьевой водой, воздухами, пригодными для жизни территориями. Все. Придет время, когда мы осетины, будем возвращаться в горы, потому что, возможно, будет жизнь такова, что воды не будет, или еще чего-нибудь. Мы вспомним, что у нас есть наши родовые поселения, какие-то башни, где есть родники, пастбища. Они уже не наши. Они уже не наши. Мы придем туда, и нам скажешь, ребята, вот документы, это принадлежит там гражданам, тем, 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 но это не ваше. И тогда как будет, тогда что будет, какая ситуация будет складываться, как мы будем обратно забирать. Не будет земли, не будет нас. Уж понимаете это. Мы же осетины, у нас маленькая территория, у нас маленькая. 70% осетий – это горы. Нам некуда идти. Если нас заберут горы, ну, мы тогда, планету, надо переселяться куда-нибудь, или еще что-нибудь. На самом деле, вот война-то идет за это по большому счету. Ресурсы. Да, ресурсы. Ведь сейчас, даже вот сейчас в Листре начинается, да, то есть в Листре несколько гектаров земли отдали вот РПЦ тоже, да, в Дагоме. В Дагоме, кстати, да. В Дагоме живет одна женщина, постоянно проживает, да, и там же… Никогда не было, кстати, да. Никогда не было церкви. Оттуда порядком 20 фамилий. Мы с ними общаемся, разговариваем. Никогда там не было. Там есть Дагом у вас, Траджизуар, Табу и Нот. И пытаются преподать, что это христианская какая-то церковь. И пытаются вот это, ну, если люди промолчают, то они, естественно, что там строительство чего-то. Понятно, что не позволим, потому что, ну, там не было никогда церкви. Мы встанем и скажем нет. Но мы не хотим, чтобы просто вот как-то вот так ложными путями это все проникало в наши горы и нас оставили без земель. А конечная точка этого продвижения – это будет реком. И об этом уже тоже пишется и на сайтах. Раньше говорили, что мы сами все придумываем. Вот сайт есть, где обозначено, что реком – это некий там монастырь был или еще что-то было. Просто зайдите на сайт РПЦ, там понятно, они обозначили реком, как свою святыню, как какой-то монастырь, там было еще что-то. Но это самое сакральное, одно из самых сакральных святилищ, это одна из трех слез Бога, прописанных в Нарском импосте, который задолго был написан и сформирован до рождения христианства, ислама, всех мировых религий. То есть он более древний. Ну, как это может быть там христианская какая-то реликвия? Это моё археологическое подтверждение. Когда Славик Джанаев с ребятами восстанавливали, там в том числе и с Бронзового века были культовые предметы какие-то, что там с Бронзового века люди оправляли какие-то, молились там. Да, конечно, там еще и Уварова, да, и Пчелина. Там же давно понятно, почему не обратиться к советской археологии, к той же самой Пчелину, Уварову. Они же нормально все объяснили, что никакого христианства там не было, не должно было быть. Так дело в том, что, понимаете, эти сакральные места есть, сакральные места энергетические, да, так скажем. И вот за этими местами идет охота. Во время Второй мировой войны этим занималась Анненерба, да. Дивизия там СС Бранденбург сюда вот рвалась. Они же в горы рвались, ни золота, ни бриллиантов, ни нефти в Осетии нет. Но все всегда-всегда здесь зачем-то рвутся, да. Почитайте про операцию Вильвет Второй мировой войны британскую, когда Осетия должна была уйти под протекторат Великобритании. То есть война, битва за Кавказ идет опять в острой фазе. И тут воюют не всегда, то есть не все рвутся к грозненской нефти. Некоторые, скажем так, более продвинутые товарищи в этом мире, они рвутся за этими сакральными местами. И то, что мы сейчас видим, это вот попытка отжать у нас, как у народа, эти сакральные точки. Через религию. Ну, это как бы это прикрытие, понимаете. Это прикрытие. А истинные цели это просто ресурс. Забирать землю, забирать землю. Ведь забрали, например, НУЗАЛ, да, там в 2015 году переписали, как бы отдали введение РПЦ, то есть отдали эту часовню, так, склеп, да, бывшие нынешние часовни. Там, сколько, 2,5 гектара земли. То же самое вот в Листре. Листре, это родовое святилище, там находится Рамоновых. У меня мама Рамонова, это моя мать. С Листре 10 фамилий, да, Чиевы, Рамоновых. В том числе вот Рамоновых, да, и там вот отдали сейчас тоже 2,5, 4 гектара земли. 4,5 гектара. 4,5 гектара земли. Представляете, что такое в горной территории, вот сейчас отдать 4,5 гектара. С водой совсем, да. С водой, с праздником. То есть местным жителям не отдадут 4,5 гектара. Мне никто не дадут 4,5 гектара. Вот Алхазу никто не дадут 4,5 гектара. А там 10 фамилий выходцы, они придут домой, скажут, дайте нам нашу землю, скажут, а не ваша земля, ребята, убирайтесь отсюда, и что делать тогда будем? Да, и поэтому мы переживаем вот эти сакральные места. Большая просьба к вам, Астины, просто. Каждая фамилия, она вышла откуда-то с гор. Есть свои какие-то определенные ущелья, поселения, откуда вышла фамилия. Найдите, забирайте свою землю, чтобы она осталась с вашим детям, а не кому-то вот со стороны. Это тоже может быть неплохо, но у нас нет земли. Вы поднимаете вопрос, потому что будет поздно, будет потом поздно. Конечно. Вы уже поздно опомнитесь, понимаете. Делайте фамилию Ныхаша. Вот есть такой как бы институт, фамилия Ныхаша. Соберитесь с фамилией, где ваши родовые куландоны, где у вас башни, и просто узнайте хотя бы по кадастру, кому они сейчас юридически принадлежат. И вы можете очень сильно удивиться на сегодняшний день, что они уже принадлежат каким-нибудь третьим лицам. Все, что можно, оформляйте, потому что есть кадастры, есть определенные службы, которые вам оформят, администрация тех районов, где ваши поселения, там Алогирская, Куртатинская. Вам все это оформят, просто придите. Главное просто додастся целью. Заберите свои земли, осетимые, ибо останетесь без нее, поверьте, останетесь без земли, потому что идет на самом деле, это особо острое счастье в последний год, два, три, идет забор земель, богатых водой, ресурсами, опять возвращаемся к этому. Нам просто вот, ну, вопрос очень больной, поэтому говорим, завтра будет поздно. В каждой фамилии есть молодежь, которая может просто взять инициативу на себя, старшим, допустим, не могут там где-то силы закончить, еще что-то. Молодежь, будущее за молодыми, найдите свои земли, оформите землю, чем больше, тем лучше. Вы осетин, это ваша земля. Мы любим всех, мы уважаем все религии, все народы, мы в союзе, но у нас есть Осетия, это наша земля. Это земля, политая кровью наших предков и слезами. Конечно, да. Там наши родовые башни, наши фундаменты, наши святилища. Бондурда. Конечно, они придумывают историю, заходят туда и строят там, не знаю, какие-то другие храмы какие-то другие, через это просто забирают землю. Вот что самое главное, забирать свою землю. А помимо этого еще и перекрывают сакральные точки, понимаете? Ну, это уже отдельный разговор, мы когда-нибудь это отдельно обсудим. А сейчас, на сегодняшний день, да, вот, просто в кадастре даже поднимите и посмотрите, кому сейчас принадлежат земли, поднимайте эти вопросы уже, потому что потом будет поздно. Задайтесь просто целью, да. Все в доступе, конечно. Просто потратьте свое время и узнайте правду. Если можно что-то сделать, оформляйте свою землю. Да. И восстанавливайте своей башней. Спасибо большое, до свидания. Харжих шеф, харжижих.